взяла желтый взяла розовый этим янтарным цветиком избавишься от белого забираешь вещества белильца выдавливаешь вдоволь вот такое примерно количество вещества тебе нужно на посты когда ты сделаешь это количество вещества ты возьмешь тряпочку сделаешь из нее фигушку и вот это количество вещества вот так упакуешь на холсте то есть распределишь его и потом в него уже будем вводить то все хорошо полностью вот этим цветом полностью и там где у нас светло напустишь где у нас желтит свет напустишь желтоты хорошо поменяешь у тряпочки место расположения и там где у нас селенивит где у нас селенивит это вдоль линии горизонтика селенивит розовый тебе поддавить чтобы он не был такой желтый хорошо подпустишь прямо тряпочкой подпустишь селенивилку плюс больше белил и более чистенько так чтобы желтый не вес подпустишь ну и краям тоже подпустишь вещества смотри количество окраски заложено очень небольшое и очень удобно вот это небольшое количество окраски но тут очень важно не вытереть краску по мусорить именно это количество потом ты возьмешь мастетин возьмешь больше желтоты плюс коричневизна ты видишь появляется вот этот зеленоватый оттенок плюс оранжеватый оттенок и вот так удавливая вещество заложишь идею моря цвета моря вот так заложишь удавливая вещество да возьмешь белильца чуть-чуть с желтильцами и там где у нас ярко свет густо вот так густо положишь первые проявления света ну как подсказку себе уже на но потом коричневый розовый желтый напустишь темноты сюда сюда то есть в это же вещество которое ты заложишь ты сюда потом подпустишь коричневато розоватой темноты и будет прибрежную не коричневый розовый вот эту полосу которая разделяет полосу моря пополам практически заложишь и и начнем потом разрабатывать короткой штриховочкой короткой не длинными полосами короткой штриховочкой напустишь дымочек цвета неба согласно то же самое чуть смугленько подпустишь идею дальних удаляющихся вот этих гор чуть смугленько она здесь более равномерненько сначала уложить более равномерненько то есть вот это вот движение которое ты делала и получались вот эти пятна не стоит делать стоит делать от края и до края от края и до края чернота в волне вот она чернота на переднем плане краснота чернота вот она каменюка сначала просто как пятно теперь вот эти вещи моделируем по их направлению здесь море поднимается здесь море падает волна да положи я лучше так вижу а то рука трясется перемалывая вот так она штриховывает у тебя кстати очень похожая задача иди сюда вот так перемалывая там где свет пробивает тонкую толщину этой волны она поскольку она теневая и она прозрачна мы ее так вот подштриховывая небольшое количество вещества нагнетаем нагнетаем пока не засветится причем она смугла поскольку она в контражуре к свету но сквозь нее проходит этот светик вот он и показываем его направление направление волны снизу темно толщина это самый берег там просчитывает почва под водой и вот мы направление задаем вот оно и сразу становится понятно движение здесь напротив вот так и по кромке маленький мастихин и по кромке у нас яркий свет с желтинкой чтобы вот эту пеночку набрать ты вот так сбреешь место где будет пена возьмешь сиреневатость синеватостью и вот таким малым количеством вещества создашь идею пены дымчато и прозрачно правда то есть количество вещества и характер укладки гарантирует нам результат чуть светлее на верхней части пеночки подложила растерла подложила вогнала в среду хорошо и вот здесь поднимешься сюда давай падающая среда падающая смотри вот эта кардиограммка укладки создает идею падающего вот такого падающего вот такого падающего поняла юмор да? вот эта прозрачность вот это падающие должно быть здесь чтобы произошла идея это самое закругление добавишь немножко вещества и вещество полосато ляжет согласно? подпустишь сначала теневой цвет пены теневой который будет несколько синить синить а потом и световой который будет который будет оранжевый бело-оранжевый чуть-чуть светит мокрый на камнях и пена еще одно место имеет в картине вот это вот то есть волна продолжается за камнем и там тоже идея падающей пены так хорошую змейку тренированная рука отлично прям тренировала змейка, да? дома ну дома видно что тренированная эти змейки они конечно везде пригождаются поэтому тоже чуть-чуть с сиреневинкой там сиреневинка не так различима но мы просто знаем что солнечный день тени сиреневят поэтому некоторое звучание сиреневого подкладываем он частично видишь седеет становится никаким но все-таки основа у него сиреневая то есть белый в тени в солнечный день этот в тени на свету здесь вот эту да? да оранжевого слепило это дело дальние тоже уполосатить удлинить ладно? да давай так что-то быстро напишем что-что давай нагнетать желтый когда наберешь наберешь возьмешь мастихин и удавишь хорошо? чтобы плотное было чтобы мазок не не вебил своей фактурой мастихинчиком возьмешь и создашь идею облако пальчиком чуть-чуть можно помочь и в эпицентре потом может быть усилить белость желтого и даже может быть напряженность фактуры чуть-чуть дать в районе солнца потом поставишь вот такое и уже внутрь вот такого посадишь белый с этим белым лучше разобраться по сухому потом будет чуть-чуть кистью его доуточнить хорошо? потому что сейчас это будет пытка на полтора часа зеленому невыгодно там находиться на полтора часа и это и и и